Мой первый вопрос Сыновья Северной Тьмы Вы из-за этого на Осмос не обижаетесь? Нет, у нас нет проблем с Осмос Я думаю, что данный лейбл пока что себя хорошо зарекомендовал Конечно, что-то всегда можно улучшить И я надеюсь, что так будет и в будущем Я бы сказал, что пока что мы вполне всем довольны Осмос лучший лейбл для нас Более того, никакого другого лейбла для продвижения нашей музыки я себе просто не представляю Наши музыкальные идеи и все остальное они реализуют просто идеально Вы общаетесь с другими блэк-металлическими группами из Швеции? Да, конечно, мы общаемся с большинством шведских блэк-металлических групп Которые существуют уже некоторое время Вот со многими молодыми командами мы не контактируем, но со старыми — да Какую музыку ты любишь слушать в обычной жизни? Наедине? Должен признаться, что я слушаю те блэк-металлические группы Которые могут предложить мне что-нибудь особенное По-настоящему оригинальное и в высшей степени зверское А еще я слушаю что-то из старого металла, например, тех же Iron Maiden и так далее Еще я слушаю атмосферную музыку, что-то из электронщины, но главным образом экстремальный металл А ты — классику экстремальщину И я тоже Хорошо, а сейчас я передаю слово «Ингрид» На вашем альбоме «Фоус оф зе анлайт», в том числе «Порождение тьмы» Имеется инструментал под названием «Экос фром зе паст» Отголоски прошлого Для меня это такая довольно мягкая, почти романтическая музыка Ничего общего с агрессией и ненавистью, характерное для блэк-металла Что для тебя лично символизируют эти самые отголоски? Да, прежде всего надо отметить, что творчество «Мордук» в основном опирается на агрессивность и ненависть Но конкретно данный инструментал — это некое воспоминание о прошлом Воспоминание о севере, скажем так Данную композицию сочинял наш старый гитарист, которого мы сравнительно недавно уволили Он написал этот трек еще в 86-87 году Как-то раз мы ехали куда-то на машине через лес, и я вспомнил этот давний инструментал И мы решили записать его для альбома Достаточно нетипичная для нас композиция Согласна Магнус Андерсон ушел из группы Почему это случилось? Из-за тех или иных музыкальных и стилистических разногласий? Наш старый гитарист? Да, или из-за проекта Оверфлэш Да-да, он не устраивал нас как гитарист и как личность И нам не нравился проект Оверфлэш Поэтому мы решили просто его уволить В итоге в нашей группе все стало намного лучше В буклете альбома Force of the Unlight отсутствуют тексты песен И с ваших слов вам было просто некогда их включать Но печатная лирика присутствует на альбоме Opus Nocturne — Творение ночи Ты не боишься, что ваша старая лирика может попасть в нефти руки и что ее не следует публиковать? Не, не думаю Мы до сих пор не опубликовали тексты песен в основном из-за проблем последнюю минуту с версткой и так далее Поэтому в этот раз мы решили сделать что-то вроде буклета Компания Osmos Production переиздает все наши три альбома И переизданные альбомы с текстами песен будут дополнены биографией И будут выпущены уже в ближайшее время Мы собираемся проработать данный вопрос по возвращении домой из текущего турне Давай я тебе немного помучаю своими каверзными вопросами Я против того, чтобы Black Metal группы выступали на публике за пределами своего узкого круга Почему же сейчас вы выступаете перед новой многочисленной аудиторией? Когда есть опасность неправильного толкования и ложных советов? Ой, я не знаю На самом деле мы уже давно этим занимаемся, а именно выполняем свою миссию Мы распространяем нашу музыку, почему бы и нет? А ты не боишься, что ваши послания могут неправильно интерпретировать? Как говорится, в чужом доме вы никогда не сможете ничего контролировать Всегда существует риск, что ваше послание попадет в руки людей, которые не имеют к этому никакого отношения Это с жизнью тут мы бессильны Давай сменим тему и поговорим о вашем новом альбоме Не хочешь рассказать нам о нем? Да, хочу Альбом называется Opus Nocturne и на него попало 9 песен Эта пластинка была записана в сентябре 1994-го, а вышла в декабре Мы явно сделали шаг в нашем развитии и мне это нравится У нас новый барабанщик, который намного лучше старого И мы также уволили гитариста Поэтому все гитарные партии на альбоме я исполнил сам А сама пластинка получилась быстрее, мрачнее и в принципе более экстремальной Сегодня состоится второй концерт вашего немецкого турне Как проходят гастроли? Все проходит замечательно, мы только что отыграли в Австрии А сегодня состоится уже четвертый по счету концерт Германии Поэтому на самом деле мы пока что еще мало что успели сделать И сейчас трудно давать какую-либо оценку Прекрасно Спасибо и удачи вам на сегодняшнем концерте Спасибо Морган Мордук прозвали самой богохольной группой в мире Ты с этим согласен? Не согласен, так вышло не специально Свою музыкальную карьеру я начал, когда мне было 17 лет Вероятно, нас очень высоко ценят на пару с другими группами Но вот рассуждать, какая из этих групп самая богохольная, довольно глупо Скорее, я назову нас самыми экстремальными Много ли на свете блокметаллических групп? Ой, их много Не знаю, сколько именно, но хватает Окей Как вы выбрали себе это имя? Имя Мордук было взято из шумерской мифологии Мы решили взять себе совершенно нестандартное имя Потому что Мордук это бог света Ну а мы в своем творчестве явно представляем противоположную сторону Мы захотели взять себе такое анти-имя Чтобы продемонстрировать тотально испорченное силами зла Вот как мы себе это представляли Вот почему мы взяли в себе это имя в 90-м году В 90-м году? Да Назови ваши основные музыкальные влияния В начале карьеры нас вдохновляли группы середины 80-х Те же старые Creator, Celtic Frost, Possessed И первые альбомы Morbid Angel А еще в то время на нас серьезно повлияла шведская группа Bathory Мило Как давно ты знаком с музыкантами нынешнего состава Мордук? Ой, не знаю С нашим басистом я знаком года так с 86-го Остальные ребята, конечно же, появились позже Потому что они пришли на современном этапе развития нашей группы Так вот оно что Вы так часто меняете состав? Да, некоторые вынуждены уходить Они приходят в вашу группу и приносят с собой какие-то новые влияния Не, на самом деле я бы не назвал это новыми влияниями Когда вы усердно работаете вместе, некоторые музыканты хотят играть что-то новое И они недостаточно преданы выбранному делу для того, чтобы продолжать усердно работать с группой Поэтому, естественно, некоторые приходят и уходят из команды Для того, чтобы оставаться на вершине, мы обязаны поддерживать форму И я хочу, чтобы со мной играли преданные, поддерживающие выбранное мной дело музыканты Какую из ваших песен больше всего хотят услышать на концертах? Трудно сказать Публика хочет услышать что-то из того или из нового альбома И я бы сказал, что все всегда по-разному Но в основном, возможно, старый трек под названием Panzer Division Marduk Он воспринимается как гимн нашей группы И это очень популярная песня Я знаю, что вы выступаете во многих американских городах И вообще, по ходу гастролей бывали во множестве разных стран В какой же стране тебе понравилось больше всего и где у вас больше всего фанатов? Не знаю, трудно сказать, потому что некоторые страны очень большие В тех или иных частях страны нас принимают лучше, а в других частях хуже Мы гастролировали во многих частях света Мы бывали в Азии, мы играли в Центральной и Южной Америке Мы были в Гватемале, Сальвадоре Безумцев везде предостаточно, но мы почти всегда выступаем с удовольствием Ваш следующий концерт состоится в Нью-Йорке Да Где же именно? Честно говоря, название этого клуба я не помню, но мы точно выступим в Нью-Йорке Может быть, тебе стоит глянуть в гастрольный график и рассказать нам об этом Вы приехали с концертом в Филадельфию Была ли у вас возможность посмотреть местные красоты? Нет, ровным счетом ничего Мы приехали сюда всего лишь пару часов назад, поэтому ничего не видели Значит, вам пока еще не удалось заглянуть в кафешку Томми Лупс Заведение Томми Лупса – одно из достопримечательностей Филадельфии Ты в курсе, что там подают отличные стейки? Ой, очень интересно Может быть, нам удастся сходить туда сегодня вечером? Обязательно сходите, это того стоит У вас есть свой веб-сайт, на котором ваши фанаты могут послушать какие-то ваши демо? Скачать себе ваши альбомы? Я думаю, что наши альбомы можно скачать где угодно Правда? Думаю, да, сейчас все именно так и работает Должна признаться, что мне очень понравилось болтать с Морганом Если у вас будет такая возможность, найдите и послушайте их новый альбом Он просто убойный Как твои дела сегодня? Да все прекрасно, просто отлично Буквально вчера вы выпустили Миньон как раз к данному фестивалю Кажется, этот Миньон называется Iron Down – Железный Рассвет Ты в курсе, насколько хорошо он продается? Да, я в курсе Этот Миньон выйдет официально на этой неделе А сейчас мы выпустили строго специальное издание Чтобы иметь эту запись с собой для более короткого турне, который мы проводим в Америке Мы играем порядка 7 дней Да, все идет хорошо Отлично Вы играли какие-то песни с этого нового Миньона на вчерашнем концерте? Мы решили сыграть всего одну новую песню, но могли бы сыграть и больше Но из-за проволочек, задержек нам пришлось сократить наше выступление на 25 минут Поэтому мы не смогли сыграть все, что подготовили Ой, как обидно Да, не то слово Честно говоря, все фестивальные группы начинают играть раньше положенного времени На 5-10 минут раньше А потом времени им просто не хватает Просто на этом фестивале нет сценического менеджера И в итоге все так и получается Согласна Но вы полноценный альбом выпускать пока не планируете? Да, я почти уверен, что новый альбом будет подготовлен и выпущен Со времени выхода прошлого альбома мы отыграли чуть больше 200 концертов У нас должно быть что-то новенькое Мы выпустили Миньон до начала гастролей Что-то вроде 7-дневного американского тура Потом мы вернемся в Европе для того, чтобы выступать на фестивалях Мы не торопимся и для нового альбома все сделаем так, как мы этого хотим И надеемся войти в студию в конце этого года Прекрасно Значит, ваш новый альбом выйдет в следующем году Да, таков наш план Вам нравится выступать на громких масштабных фестивалях? Ну, мы выступаем на маленьких скромных фестивалях А данный фестиваль я большим не назову Да, это не фестиваль, а скорее такая благотворительная вечеринка Да, это круто, что у вас здесь проходит не так много фестивалей А нам прикольно выступать на вашем фестивале, что мы с большим удовольствием и делаем Здесь хорошее сочетание групп, здорово Приятно здесь находиться и иметь возможность потусоваться несколько дополнительных дней Для нас это просто идеально Где тебе нравится выступать больше, на больших фестивалях или в маленьких клубах? Ведь это разные вещи Везде есть свои прелести Приятно выступать на большом фестивале, если все хорошо организовано Но я запросто, без проблем выступаю в маленьком, потном клубе Главное, чтобы был хороший рабочий настрой С музыкантами каких конкретных групп ты хотел бы повидаться на данном фестивале? Мне бы хотелось заценить выступления, например, тех же Войвот Да, они выступают сегодня Великолепная группа, я бывал на множестве их концертов и не прочь увидеть их снова И что еще ты можешь нам рассказать? Ой, не знаю, ничего особенного Ну ладно Значит, ждем выхода вашего нового альбома, пока наслаждаемся миньоном Iron Down Да, мы вернемся Прекрасно, большое спасибо 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо